Экстравагантные, сексуальные, порочные. Об искусстве FactSF американской критикой было сказано немало. Поэтому интерес приморского зрителя был оправдан. Тем более, как оказалось, история одного из самых провокационных коллективов Америки имеет русские корни. В 2004 году в Америке я познакомился с Татьяной Багановой. Тогда я только начинал танцевать, а она руководила прославленным коллективом провинциальные танцы. Она меня сильно заразила этим искусством, и чтобы его изучать, я поехал в Россию. Я жил на Урамаш, там, в Екатеринбурге, и мы работаем 6 дней в неделю. Спустя два года Чарльз Лендер вернулся в США и создал свой коллектив. Он показал, как можно сочетать традиции и современность. Но главный акцент на эпатаже, где мужчина в пачке, уже не главная изюминка. Эмоции зрителя нужно вызывать другим способом. В моих работах много прямого взаимодействия. Иногда выходим к аудитории, и аудитории некомфортно. Это сделано намеренно, так как мы можем вступить в контакт с миром. И тогда зритель смотрит и действительно что-то видит. Под музыку листа современной композиции и даже тишину. Они действительно заставили зрителя забыть о том, что раньше он знал о танце, даже современном. Фэкт в полном смысле цеплял на грани провокации. Мнения по поводу такого искусства разделились. Мне очень понравилось. Я сама танцую. Очень здорово. Большего бреда. Я не открытый день к психушке. Яркая, необычная, талантливая, новая, свежая. Огромный труд, талантливые люди. Это постмодерн, это эпатаж, это двоякие чувства. Понимаете, красиво сделать это сложно, а рыгать со сцены, глебать это легко. Уже сегодня Фэкт СФ отправится на запад. В рамках программы «Американские сезоны» они продолжат эпатировать публику в других городах России. Ольга Сумкина, Денис Семисинов, Панорама.